Книга «Открытым оком», восьмой том, вопрос 2046, тема работа. Молчальничество, удаление от людей, нравилось ли им самим, обладателям этих подвигов? Неужели подвижники-молчальники, а в душе проповедники, никогда не горели желанием поделиться с людьми своими достижениями, откровениями? Не хорошо человеку быть одному, сказал Бог. Человек – стадное животное, подхватили марксисты. Есть ли пример тому, что в дальнейшем святые пришли к этой истине? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Да и как было не прийти, когда душа-то у всех от Бога? Хоть они и иноки, и монахи, а все же люди, человеками были. Могли бы они, как хотя бы эти бомжи прокаженные когда-то, опамятоваться и сказать, «Не дело мы делаем, что прячем свои таланты в пустыне, зарывая их до самого суда Божия. Попадет же нам за это!» Четвертое царство, семь, восемь, девять. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Серафим Саровский, память 2 января На молитве святой старец погружался иногда в глубокое созерцательное молитвенное настроение, стоя пред иконой, но не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом созерцая в сердце Господа. В течение недели он прочитывал по порядку весь Новый Завет с понедельника по четверг 4 Евангелия. По одному каждодневно и в остальные дни недели книгу деяний апостольских и послания. В синях сквозь дверь иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя новозаветные священные книги. И многие приходили и слушали слово его, свое наслаждение, утешение и назидание. Пахомий Великий, 15 мая Пахомий боялся и того, что его постоянные заботы о различных нуждах мирян, заботы более всего приличные священникам и верным мирянам, могут соблазнить более слабых иноков. Они, по примеру Пахомия, могли бы увлечься служением миру и в то же время не суметь сохранить себя неоскверненными от мира. Кассиан, 29 февраля. С ранней юности своей он проявлял любовь к наукам и книгам священного писания. Отличаясь прилежанием и ясностью ума, он сначала изучил философию и астрономию, а потом перешел к благоговейному изучению священного писания. И прекрасно изучил его, так что по своим познаниям он был одним из выдающихся людей своего времени. Кроме того, он соблюдал девство, отличался душевной чистотой, благонравием и другими добродетелями. Оставив свое отечество, он пришел в Царьград к святому Иоанну Златоусту. Приобретший от него еще новые знания и научившись добродетельной жизни, он удалился в скид. В одном из бывших там монастырей святой Кассиан принял на себя иночество, всецело придав себя послушанию и всем монастырским трудам, приучая себя к тяжелой, требующей поста и других подвигов иноческой жизни. Эти подвиги возбудили в нем желания новых, высших, и он ушел в пустынное место, чтобы там вести безмолвную жизнь. Таланты развивать и умножать, пускать в торговлю, то есть в оборот, не спать, трудиться, трудним не лежать, полезным быть для вдов и для сирот. Определи, что вверено тебе, что можешь применить на пользу ближним, кто может разделить со мной обед, вполне простил тому, кем был обижен. Узнавши правду, поступай по ней, увидишь нарушителей, исправь их. Отростки зеленеют и от старых пней, когда родник коснется их корявый. Как может тот таланты приумножить, когда в затворниках, в отшельниках прописан. Всем проповедуйте о вечной славе Божьей, хотя покажется кому-то это писком. Несправедливость хлещет через край, потопленные держатся за крышу. Своей лочонкой в этот угол правь, вопль обездоленных не можешь же не слышать. Играют дети пакостью с огнем, а рядом стог, родителей нет в доме. Что, душу лжесмирением с огнем? Не спишешь, что сгорит, то не утонет. Скажи себе, не я сейчас, так кто же? Кто ударит в колокол набатный? Определись, по силам это сможем, по совести и по любви, бесплатно. Умножь не ложь, а изгнанную правду, всели в дворцы законную супругой. Поменьше шума трескотни парадной, ослу врага ослабь под тяжестью подпругу. Добейся свадьбы вовсе без спиртного, без алкогольных градусов с весельем. Огонь на тех, кто строит из соломы. Ты всем отец, кто празднует без зелья. 8 сентября 2003 год, Игла.